Добрый вечер, Елена. Очень интересующую тему вы поняли. Как понять свои ограничивающие программы и не перепутать с ленью дисплаза гормональным? Можно ли это определить с помощью Таро? С помощью Таро все, что связано... Ну, наверное, знаете, я бы так сказала. То есть если все, что связано с физиологией, это можно, особенно вот эти вот гормональные сбои, их можно понять элементарно, пойти и сдать кровь. То есть сдаете кровь на гормоны, проверяете сочетовидную железу, но это видно, если у вас какой-то дисбаланс. И это устраняется. То есть как только вам прописывают какую-то терапию, обычно, не знаю, Т4 дают, что там еще дают, то гормональный фон вот этот выравнивается, вы сразу чувствуете, как ваше настроение меняется. Что касается ограничивающих программ, они у нас у всех есть. Лень вы ни с чем не... Лень, знаете, откуда появляется лень? Когда то, что вам нужно сделать, не имеет для вас большой важности и значимости. Я на себе это очень много. Это была одна из моих программ. Я долгое время наблюдала за этим. За этой программой. То есть когда мне что-то не нравится, вот когда я аж не хочу это делать, у меня появляется лень. Когда вам что-то важно, когда что-то нужно, лени такой нет. То есть лень либо это физиологически, то есть усталость, то есть недостаток сна, мало энергии. А еще когда надо что-то сделать, а тебе энергии не хватает элементарно на какие-то потребности базовые, то есть это поесть, поспать и передвигаться, а тебе еще предстоит пойти на работу либо что-то сделать, то, конечно же, на реализацию вот этих дел социальных не хватает сил и появляется ли я не хочу ничего делать. Здесь, скорее всего, ну недостаток энергии. Поэтому первое, что нужно сделать, это всегда заботиться о своем теле. Магия всегда начинается, вот если люди правильно изучают магию, всегда начинается с изменений в своем теле. Любая магия, она работает на энергии. Либо это твои собственные силы, либо это силы, взятые извне. И если у человека проблемы со здоровьем, проблемы с телом, то ему противопоказано заниматься магией. Он просто не сможет сделать, потому что ему не будет хватать энергии. Энергия, сила – это одно и то же. Поэтому первое, что делаем, когда начинаем заниматься магией, это спорт. Это спорт, это правильное питание, которое забирает очень много энергии, особенно на переваривание таких сложных моментов, вот всякой вот этой вот химии. И неправильный недостаток сна, либо неправильный сон. Вот когда вот это вот все восстанавливается, то есть то, что мы говорим, человек отдохнувший, вот когда вы отдохнувшие, второй уже момент, мы начинаем смотреть касательно наших программ. Какие ограничивающие программы у нас появляются. Может быть, мы что-то не хотим делать, потому что нам, возможно, это не надо. Может быть, мы не хотим что-то делать, потому что мы этого боимся. Здесь вот как-то индивидуально надо разбираться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...